МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот и наступило долгожданное лето. Радует предвкушение бронзового загара, времяпрепровождение на пляже и другие прелести летнего отдыха. Не зря, ведь под воздействием ультрафиолетовых лучей активизируется выработка сиротонина, что способствует улучшению настроения. В этот момент мы, конечно, редко задумываемся о том, что воздействие солнечных лучей помимо пользы может нанести вред. Пара часов, и кожа на глазах становится сухой. Мне лично, Коля, новых морщинок совсем не надо, и старых достаточно. Поэтому попытаемся оставить лишь приятные воспоминания о лете. Наверняка многие девушки, женщины, которые красуются в течение трех месяцев с красивым густым загаром, потом приходят к вам и говорят, кожа стала сухой, обезвоженной, и просто появились первые морщинки. Да, действительно, к нам обращаются с обезвожением кожи, так как особенно в летний период сухость и обезвоженность, это самая первая проблемка, солёная вода, солнечное излучение, утрафиолет, то есть воздействие оказывает на кожу. Наверняка современная косметология не стоит на месте, и есть способы, которые позволяют предупредить эти негативные моменты. Безусловно, они есть. Это процедуры, которые способствуют увлажнению кожи. Одна из них – это введение гиалуроновой кислоты, что приводит к увлажнению кожи. Хатунна, но мне ещё дальше идти на работу, поэтому методы, которые оставляют после себя следы, мне не подходят. Есть ли какая-то альтернатива этому? Да, есть такой метод – это лазерная биоревитализация, то есть использование неинъекционного метода введения гиалуроновой кислоты в кожу. По воздействию она не уступает инъекционному методу, но абсолютно безболезненно, безопасная процедура. Ну что ж, давайте попробуем. Тогда пройдёмся в кабинет. Лазерная биоревитализация – метод, помогающий радикально решить такие проблемы, как потеря упругости, мелкие морщины, плохой цвет, сухость и стянутость кожи лица, шеи и даже рук. Отлично подходит тем, кто по каким-либо причинам не хочет прибегать к пластической хирургии или инъекционным методикам. Мы работаем с чистой сухой кожей для того, чтобы усилить микроциркуляцию, подготовить кожу к проникновению гиалуроновой кислоты. Катун, я с закрытыми глазами, конечно, ничего не вижу, но чувствую, что это аппаратный метод при помощи какой-то насадки воздействия идёт. Да, совершенно верно. То есть это аппаратный метод воздействия именно лазером. Благодаря воздействию инфракрасного излучения раскрываются транспортные канальчики и впоследствии этого проникает гиалуроновая кислота. А что, гиалуронку мне уже нанесли? Я не почувствовала. Ну вот мы сейчас её и нанесём. А, то есть это будет следующий этап? Это будет уже следующий этап, да, нанесения гиалуроновой кислоты. И работать аппарат будет уже по гиалуроновой кислоте. Катун, а что, гиалуроновая кислота, она может быть в разных консистенциях? Ну вот сейчас она какая-то гелеобразная такая, я чувствую. Да, действительно, вы правильно чувствуете, разница есть. То есть когда вводится гиалуроновая кислота инъекционным методом, то есть там концентрация идёт совершенно другая. Здесь в данном случае у нас низкомолекулярная модифицированная гиалуроновая кислота. Но абсолютно воздействие данных обеих процедур, то есть гиалуроновая кислота, она идёт одинаково. А сейчас мы будем с вами вбивать гиалуроновую кислоту под кожу. Глубина проникновения достаточно высокая. Она проникает в верхние слои эпидермиса. Таким образом образуется защитная оболочка, которая обволакивает коллагеновые волокна, чтобы они не разрыхлялись. И посредством этого гиалуроновая кислота увлажняет очень хорошо кожу. Данную процедуру делают с интервалом раз в 7-10 дней. Курс составляет 4-8 процедур. Эффект сохраняется до полугода. И привыкания никакого нет? Абсолютно нет. Гиалуроновая кислота – это природный полимер, который имеется у нас в коже. С возрастом значительно снижается количество гиалуроновой кислоты и её способность удерживать влагу в коже. А с какого возраста хатона вообще надо, я не знаю, такие процедуры начинать делать? Ну, до 25 лет считается, что кожа способна выполнять все свои функции. После 25 и старше уже начинается как раз прогрессирование таких процессов, как заметное уменьшение количества гиалуроновой кислоты и, соответственно, тонус кожи, он будет немножечко... А на какие зоны лица вот эту процедуру можно делать? Вокруг глаз тоже делаете на гусиные лапки? Да, это морщинки как раз вот вокруг глаз, это гусиные лапки, носогубный треугольничек, даже область шеи и декольте. Как быстро можно увидеть эффект после первой процедуры? Кожа заметно увлажнится? После первой же процедуры вы видите, неизмедлительно... Кожа станет гладкой, эластичной? Кожа станет гладкой, эластичной, сияющей. Здорово. А как долго продлится потом эффект такой? Эффект длится до полугода. Ну, наверное, в любом случае от палящего солнышка лучше защищаться защитными солнцезащитными кремами? Безусловно, увлажняющий крем он остается, то есть мы используем его и обязательно еще используем фотозащитный крем для того, чтобы защитить себя, вот, свою кожу от ультрафиолета. Хатун, ну я вот чувствую, что гиалуронки стало значительно меньше, кожа подсушивается у меня. Все верно? Да, все верно. Тут подводитель лазер гиалуроновая кислота, она проникает сразу моментально в кожу, и поэтому ощущение такой небольшой даже стянутости может появиться. Так и должно быть? Так и должно быть. Ну, сейчас я могу ввести обычный образ жизни? Абсолютно. Ваша кожа выглядит сияющей, увлажненной. И при этом могу приступить к работе незамедлительно, да? Да, можно. Ученым и косметологам памятники при жизни ставить надо за то, что постоянно придумывают новые способы, как сохранить кожу молодой и красивой. Не знаю, как у тебя, Коля, а лично моя кожа к летнему сезону готова. Пойдем наслаждаться солнышком. Целый спектр услуг по уходу за лицом, телом и волосами. Пластическая хирургия. Все это вы найдете в Центре медицинской косметологии «Эстетик». Улица Машиностроителей, 61. Телефон Нижкараре. 42-67-82. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова